Профессор Роман Козлов, Смоленск, Российская Федерация Антимикробные препараты, вообще антибиотики, в частности, являются невосстановимым ресурсом человечества. Мы должны очень хорошо понимать одну основную вещь. Не будет эффективных антимикробных препаратов, включая антибиотики, не будет эффективного лечения инфекций. Именно поэтому сохранить антибиотики и антимикробные препараты в целом – это действительно важнейшая задача, именно поэтому мы должны заниматься их сохранением. Большинство инфекций верхних отделов дыхательных путей вызывается вирусами и, как следствие, не требует системной антимикробной терапии. Есть ряд исключений, например, инфекции, тот же самый тензилит или фарингит, вызванный с рептококками группа, где антибиотики нужны и помогают. Кроме того, большинство из инфекций верхних отделов дыхательных путей являются саморазрешающимися. И в целом, как уже говорилось, большинство вызывается вирусами, как следствие, не требует системной антимикробной терапии. Российская Федерация наряду со многими другими странами мира была одним из инициаторов и подписантов на Всемирной Ассамблее по здравоохранению глобального плана действий по сдерживанию антимикробной резистентности. С моей точки зрения, основные документы уже есть. Самое главное – добиться их эффективного внедрения и, самое главное, не одномоментного внедрения. Для того, чтобы правительства стран, подписавшие этот глобальный план действий, максимально соблюдали его и внедряли в свои страны, это было постоянное внедрение, не одномоментное, а именно постоянное, что, кстати, отмечено в глобальном плане действий. Посещая аптечные утверждения в Бангкоке, в Таиланде, мы совершенно четко видим, что те материалы, разработанные нашей группой, могли бы очень четко и красиво находиться на стенах, находиться у фармацевтов для того, чтобы и посетители аптек могли понимать, насколько важны антибиотики, с другой стороны, что для большинства инфекций требуется симптоматическое лечение. Это облегчило бы путь фармацевтов и провизоров, потому что на самом деле как раз таки те материалы, которые были бы у них, позволили бы во многих случаях не назначать антибиотики.